Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что Россия столкнётся с ценой и последствиями в случае усиления агрессии против Украины. Об этом он сказал в воскресенье в интервью каналу NBC. «Я должен сказать, что у меня реальная беспокоенность из-за российских действий на границах с Украиной. На этих границах сейчас собрано больше российских войск, чем когда-либо. С 2014 года, когда Россия впервые вторглась, сказал госсекретарь США. По его словам, США находятся в очень тесном контакте с союзниками и партнёрами в Европе, и все они разделяют нашу обеспокоенность». Блинкен напомнил России о цене и последствиях, которые она заплатит в случае обострения агрессии в Украине. Президент Байден очень чётко высказался, если Россия будет вести себя необдуманно или агрессивно, будет цена, будут последствия. Он также был чётким в отношении предложения, когда речь идёт о России. В сферах, предоставляющих взаимный интерес, мы должны работать вместе, например, по контролю над вооружением. Поэтому вопрос о том, собирается ли Россия дальше продолжать действовать агрессивно и необдуманно. Если да, президент был чётким, будет цена и будут последствия, сказал Блинкен. По данным западных агентств, Блинкен на этой неделе посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины. На фоне напряжённости вокруг Украины Турция заявила в пятницу, что США направят в Чёрное море два военных корабля с 14 по 15 апреля. Также добавим, что администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена занимается разработкой первоочередных действий для защиты Украины от возможного нового вторжения Российской Федерации. Об этом рассказал Бен Ходжес. Сейчас люди в администрации Джозефа Байдена активно разрабатывают нужную последовательность шагов. Публичная и принципиальная позиция президента США такова. Государственный суверенитет и территориальная целостность Украины – приоритетный вопрос для Вашингтона в переговорах с Москвой, отметил генерал. Также США, по его словам, настроены на тесное сотрудничество со всеми союзниками Германии, Франции, Канады и Великобритании. «Чтобы заставить Кремль действовать прозрачно и цивилизованно, не усугублять кризис и не заходить дальше в своих агрессивных действиях по отношению к территориальной целостности и стабильности Украины», – добавил Бен Ходжес. «США должны увеличить объём помощи вооружённым силам Украины и обеспечить экономическую поддержку самому государству», – подчеркнул он. «Украину следует провозгласить основным внеблоковым партнёром НАТО. Получение Украины данного статуса означает новый формат отношений между ней и странами НАТО по обмену опытом, обеспечения всем необходимым оборудованием и техникой и тому подобное. Наконец, нам необходимо разработать детальный план дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Североатлантическом альянсе, чтобы решение этого вопроса становилось реальностью», – пояснил военный. «Вот такие общие положения и порядок действий, которые можно ожидать со стороны США, следует продолжать всё то, что сейчас с нами осуществляется, но при этом наращивать градус», – подытожил Бен Ходжес. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok